Привет! Без лишней воды хочу представить вам свою новую ручку, а именно ручка-нагайка. Думаю, оригинальное название выдает себя само. Почему она так называется, думаю и так понятно. Потому что форма этой ручки похожа на нагайку. Оригинальная, не правда ли? Сразу говорю, ручка очень специфическая и подойдет далеко не каждому, но у каждого армрессера она должна быть, обязательно. Сейчас объясню почему. Пройдемся по внешнему виду. Вся ручка, по сути, это и есть рукоятка. В рукоятке есть проточка для работы ремня, чтобы можно было закручивать ремень в эту рабочую часть, которая проточена. И, соответственно, прорезь, в которую проходит ремень. И фиксируется вот тут специальным зажимом. Повторюсь опять, ручка весьма специфичная, но от этого не менее полезная и должна быть в арсенале каждого армрессера. То есть в твоем арсенале. Что же может эта ручка? Пробежимся по функционалу. Ручка необходима армрессерам, которые хотят укрепить свои рабочие положения при борьбе. То есть при стартовом положении и не только. У многих армрессеров есть такая проблема, достаточно распространенная и популярная проблема, связанная с плохим контролем кисти и в целом руки при борьбе. У этой ручки смещен центр тяжести, что позволяет нам укрепить наш захват. При этом в работу включается отведение и кисть. Вся работа этой ручки сводится к банальному контролю кисти и отведения. Естественно, работает также и лучевая, но на дальних ролях естественно. Поделим работу с этой ручкой на верхнюю и нижнюю работу. Да, ничего оригинального я не придумал, пусть останется так. При верхней работе у нас естественно работает верх, потому что центр тяжести смещен под верхнюю часть. Работает отведение, плечо-лучевая, кисть и пальцы. Пальцы естественно, само собой. Если судить совсем банально, эта ручка очень похожа на ременную ручку, только недоделанную. Прорезь только с одной стороны. Эта ручка буквально вынуждает вас постоянно контролировать отведение и кисть. Плюсом она задействует те положения, которые обычно при обычной работе с другими ручками не задействуются. Очень специфичная ручка, но, как я и сказал, весьма-весьма нужная. Соответственно, если мы переворачиваем ручку на нижнее положение, тут уже у нас работает приведение, супинация и, конечно же, кисть с пальцами. Ремень такой длинный тоже неспроста. Он позволяет нам выполнять упражнение еще и в таком положении, где кисть зажимается ремнем. И это дает дополнительный буст. Тут у нас уже работает кисть куда лучше. И что самое главное, при работе на кисть с этой ручкой именно в этом исполнении будет под акцент только на определенные пальцы. Если вы выбрали верхнее положение или зажали руку ремнем, то будет работать верхние пальцы. То есть указательный и средний. Если же вы выбрали нижнее положение, вот эти. Думаю, не буду объяснять, что это за пальцы. Ну что, вот такая вот ручка. В душе, как видите, я диайвайщик. Люблю созидать, создавать и не только в технической части, но и в творческой. Поэтому и совмещаю YouTube с другими направлениями. Если заинтересован, ссылочка на мою группу будет в описании под этим видео. Заходи, покупай. Также в группе ты просто сможешь развлечься, увидеть какие-то новости. Также в группу я заливаю различные новости из своей жизни, анонсы чего-то нового, что происходит у меня в мою YouTube карьере, просто в жизни и так далее. Там вы можете узнать больше. Но я уже что-то и так много говорю, поэтому сейчас тыкни кнопку подписаться, подпишись на мои оба канала. У меня теперь два канала, отчик и отчик плюс. Почему я так сделал, я объяснил в прошлом видео, если оно, конечно, выйдет до этого видео. Ну что могу еще пожелать? Оставайтесь сильными и давайте двигать вам мясник вместе. С вами был отчик, до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok